Всем привет! Это Игромания Утром. Как вы уже поняли, Игромания Утром с Ведьмаком, Трис и Йеннифер. И с нами еще. Да, ну мы так, как бы для... Второстепенные персонажи. Да, вот у нас есть Аня, блин, куда ударение-то поставить? Врасловец. И Феди Кокарев, я не буду ему мстить. А еще за кадром у нас есть Дима Кудряшов, который слушает нас. Да, и который не забывает стебать Аню за то, что она не может щитоносца в Ведьмаке победить. Зачем ты это часто сказал? Теперь что на Ютубе, чтобы все тоже знали. Я уверена, что только за это нас задизлайкают. Просто, ааа, тупая женщина, ничего не может. Ну, знаешь, зато человек, когда он будет ставить этот дизлайк, почувствует себя хорошо. У него будет такая, я выражал свое мнение. Отомстил всем женщинам. Господи, ладно, давай начинать. Так что ты кого-то сделаешь счастливым таким образом. Короче, мы тут будем разыгрывать пять ключей на Альфу Escape from Tarkov и один предзаказ. Это такой довольно любопытный, немного спорный, но любопытный проект про песочницу, город, выживание мультиплеерное. У нас тут написано, что оно действительно Tarkov, но кто-то в прошлый раз убеждал меня, или в позапрошлой играм, они уже убеждал меня, что Tarkov, Tarkov. Это кто-то глупый, но просто потому, что они сами произносят Tarkov, разработчики. Так что надо им верить. А как вообще понять, вот, например, выходит игра, да, и какое-то печатное издание говорит тебе, вот, выходит такая-то игра, и там ударение можно поставить в восьми местах. Как понять, где ударение? Да нет, это очень просто. Сейчас самый простой вариант для журналиста, это выйти на разработчиков, если ты не можешь найти их собственные какие-то заявления или официальные трейлеры, я не знаю, что ты говоришь, как это читается. Здравствуйте. Как читается название вашего журналиста? Я журналист из России, я бы хотел узнать, да, важные вопросы. Таймер Шарк хочет ключ, он делает предложение подписчиков. Да, кстати, а мы как разыграем эти ключи? На этом эфире? Окей, вот мы прямо на этом эфире будем среди платных подписчиков разыгрывать эти ключи и один предзаказ на Escape from Tarkov. Так что вот у вас есть это все время передачи, чтобы подписаться. Кто-то советует мне использовать ИГНИЙ против щитов. Ну да, это работает. Ну в смысле, там вы с знаками хорошо. ИГНИЙ, не ИГНИЙ. ИГНИЙ, это как ЦЕЗИЙ, например. Это вопрос перевода. Но я по-английски играл, поэтому я даже не знаю, как там. Поэтому я не знаю, как вы плебеи называете это по-русски. Очень хорошо, что ты это сама сказала. Мне было бы нелов. Обращайся. Кстати, там что-то писали про то, что русская озвучка не очень. Поэтому нужно играть в оригинале. Я играл в оригинале большую часть времени. Там тоже не очень. Но русская, на мой вкус, довольно качественная. То есть это один из тех проектов, где было приятно играть. Но там же косяк с скоростью произношения. Или в оригинальной то же самое. Чего не замечал? Я не очень внимательный. Или там прям Геральт такой спрашивает, а ты что думаешь? И ему вот так. И дальше Геральт опять нормально говорит. А потом в ответ опять. Довольно стрёмно. А ты играешь на русском как раз? Угу. Клево. Хорошо, что ты там, например, не плюнул в ответ на это. Типа, давай, а ты играешь на русском? И да, фу. Было бы очень ожидаемо. Ай, платных подписчиков. А как же нищие? Нищим ничего. Нищим пердуха. Черт. Пир. Два слова. Не очень. Не очень прозвучало. Но на самом деле мы время от времени разыграем что-нибудь и среди просто людей в чате, и среди неплатных подписчиков. Ладно. И прощим прощения перед теми, кто считает, что мы задолбали со своим видео. Ведьмаком. Ведьмак не наш. Или не прощим прощения. Извините. Пир. Духа. Да. Пир. Ладно. Все, я. Поехали, у нас конкурсы. Поехали, у нас конкурсы. Поехали. Как вывести ведущего из строя на 2 минуты. Друзья, я заметила, что именно на эфиры со мной выпадают какие-то такие дикие коры, что я потом сижу и просто такая 5 минут в себя прихожу. Так, ты сможешь духи Веселого, Чихачева начать про турнир по Доте рассказать? В смысле? Здравствуйте! Вот это. Нет. Надо. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Скоро стартует матч полфинала турнира игромании по Доте 2. Друзья, если вы не в курсе, у нас уже, бог знает сколько времени идет турнир по Доте 2. Мы не помним, когда это все началось, но очень давно. В далекие, незапамятные времена начался турнир по Доте, и вот он 14-го числа подойдет к концу. То есть, полагаю, 14-го числа, наверное, у нас будет финал. Не знаю, какого месяца или года, но какого-то 14-го числа. Любого, каждого 14-го числа у нас кончается турнир по Доте. Нет, 14-го декабря закончится турнир по Доте. Это будет финал. А скоро стартуют матчи полуфинала. То есть, еще непонятно, кто у нас выйдет в финал. Вот, надеюсь, у нас будет прям такой гранд-финал. Не знаю, например, к нам в студию приедет человек, который комментирует все эти игры. К нам в студию приедет человек? Нет, который комментирует все эти игры и будет комментировать отсюда. Рядом с ним будет красивый косплеер, что много денег и, не знаю, еще что-то. Да, там деньги на камеру, вот это все. Там расписание, если совсем следующее. 8-го декабря матч полуфинала в группах 1-2, 9-го матч полуфинала в группах 3-4, 12-го декабря матчи финал группы, начал матча финальной сетки и 13-го декабря продолжение финальной сетки, матч за третье место и гранд-финал. От этого текста должно быть просто людей, которые любят слово «финал». Я не могу понять, почему тогда написано, что мероприятие совершат 14-го декабря. 14-го типа на подведение... Нет, 13-го вот этот гранд-финал, на 14-го вот подведение итогов, там вот эти все дела. Друзья, 13-го приходите обязательно на гранд-финал, я тоже буду смотреть. Ненавижу Доту, но почему бы нет? Нет, она врет на самом деле, она очень любит Доту. Почему-то все считают, что я очень люблю Доту, а я понятия не имею, о чем это вообще. Первая стадия — отрицание. У нас там куча призов, вы там можете видеть часть их на экране, и вообще мы там заваливаем людей, которые играют, и даже людей, которые смотрят, всякими подарками от наших партнеров. Я до сих пор грущу, что мы не можем участвовать во всяких розыгрышах и турнирчиках, которые сами проводят. Ну это честно, это было бы несправедливо. Ну да, ну по крайней мере, если бы кто-нибудь... Мы, может быть, будем, извини, что перебил, делать какие-нибудь еще внутренние турниры, так что не переживай. В смысле внутренние? Ну то есть внутриредакционные. Завали своих коллег Дотки, например. Ну это было бы забавно. Слушайте, вот на это я бы посмотрела, будучи сторонним наблюдателем, я бы обязательно посмотрела бы. И нас должен комментировать обязательно кто-нибудь тоже из редакции, кто вообще меньше всего осознает. Кто хуже всего. Да, что вообще происходит на экране. Вот, ребята, плюсуйте, кто хочет посмотреть на это прекрасное зрелище. Собственно, я думаю, время следующей новости, а следующая новость у нас такая. Это даже не новость, это факт. Стали известны самые быстрые победители конкурса от игромании G2A и Tornado Energy. Да, это тот самый конкурс, который Sonic или Tracer. Лучший слоган для конкурса, который я когда-либо видел в своей жизни. И течет скупая слеза по щеке. Там же был тестик какой-то, да? Нет, там. Да. Нет, да. Я хотела его пройти, но что-то мне помешало уже, не помню, что. В общем, нужно было пройти просто специальный тест, который определял кто-то из самых быстрых героев видеоигр. И потом ты такой хоп, и участвуешь в розыгрыше конкурсов. Так вот, первое место определили, наконец-таки, победителей. У нас три призовых места. Первое место занял Crazy Toaster 921. Почему-то я чувствую себя крайне нелепо, когда читаю Никис. Видимо, не знаю. Я очень рад, что Сайлоны победили в этот раз. Это очень приятно. В итоге человек получит от нас игровую клавиатуру. Серебряным призером стал Павел Врачев. Вот, теперь я уже не чувствую себя глупо. Спасибо, Павел. Мы награждаем его гарнитурой. И участник, который занял третье место, это Евгений Радьков. И он выиграл тоже гарнитуру. Поздравляем всех. Собственно, всех, кто победил. Всех трех людей. Да, напоминаем, что эти все призы представлены нашим партнером HyperX. И поздравляем победителей еще раз. Кто быстрее может. Да. Так вот. Тут краткая совсем новость. Мне кажется, тайминг для нее идеальный. Вы знаете, как помните, мы про это много раз говорили. Сейчас в рамках дня рождения Ubisoft раздают кучу всякого добра у них. И вот они на днях начали все-таки раздавать, наконец, третьих лососинов. Assassin's Creed 3. Что самое интересное, как только они начали это делать, у них сразу упали сервера. Так люди любят халяву. К чему я это говорю? К тому, что сейчас наверняка ночью еще нельзя было зайти никуда. Там даже нельзя было в профиль зайти из-за нагрузки. Но сейчас, возможно, уже можно. Пришло время. До сих пор нет. Да. Вот можете проверить. Можете проверить, да, и написать нам. А после эфира мы зайдем и получим себе тоже третьего ассасина. Ну, по крайней мере, у меня его нет. Что-то мы так бодро начали, что я уже устала. Надо подушечку специальную для Ани такой, чтобы можно было голову положить. Просто будешь вести, а я буду спать. С газировкой. Кресло, куда можно голову. Нет, надо просто притащить себе шезлонг где-нибудь вот тут, расставить. Правда, тогда мне видно не будет, но это, я думаю, решаем. А там мы устроим сложную систему зеркал, чтобы выводилось твое лицо вот куда-нибудь сюда. А, кстати, это идея. Собственно, перейдем, наверное, к следующей новости. От моих мечтаний о идеальном рабочем месте перейдем к следующей новости. Разработчики Total War Warhammer представили властителей полян и лесных домов. Собственно, скоро выйдет крупное обновление для Total War Warhammer. Называется оно «Королевство лесных эльфов». И вот показали, показали лесных эльфов, показали драконов, которые будут в этом обновлении. Красота, прекрасно, здорово. Это просто на самом деле вышел к этому обновлению шикарный трейлер, который можно посмотреть. Мы уже про это дополнение говорили и про лесных эльфов уже терки терли. И вообще это одна из самых интересных фракций, на мой взгляд, в фэнтезийном Вархаммере. Орки, конечно, все равно лучше, я считаю. Но вот и эльфы там довольно-таки задорные. Я даже не буду ввязываться в эту дурацкую дискуссию. Я чувствую, это затянется как с Ведьмаком. Люди устанут и уйдут просто. Да нет, это про Вархаммер вообще довольно тяжело говорить. Мне как-то раз нужно было делать материал по истории фэнтезийного Вархаммера. И я натолкнулся на небольшую проблему. У меня, как я ни старался, выходил текст все равно не меньше, чем на 20 страниц. А надо было где-то 6. Вот это была проблемка. Мне бы твои проблемы. Когда я что-то пишу, всегда получается гораздо короче, чем нужно. И потом мне, Аня, ну налей ты воды какой-нибудь туда, ну пожалуйста, ну красоты какой-нибудь налей. Нет, красоты я никогда не просил. Нет, я не про тебя сейчас говорю. Ты мне практически не просишь ничего писать, так что, да, как-то так. Большое обновление грядет в другом проекте. Battleborn. Специальные зимние. В очередной раз скажу, что я люблю всякие зимние обновления, дополнения, всякие новые режимчики. Тебе небось и DLC к Street Fighter V понравился зимний, с нелепами рождественскими костюмами. Нет. Слава богу. Федя в очередной раз хотел во мне разочароваться, но я не дала им повод. Ну нет, да, это вечная история. В общем, Battleborn ждут с приходом зимы и большие изменения. Об этом заявили разработчики из Gearbox Software. Там, как обычно, разработчики надеются, что изменения придутся по душе и новичкам, и ветеранам. Посмотрим, как это будет на самом деле. А вот это, кстати, по поводу этого сейчас ты дорасскажешь, и у меня будет... Важный комментарий. Важный комментарий, да. Например, после завершения пролога игроки сразу же получат доступ к 25 персонажам, а задания, связанные с открытием героев, заменят на новые скины. Режим истории получит руководство, которое поможет быстро освоиться новым игрокам. Авторы также добавят два новых тренировочных режима. В одном из них вы сможете опробовать любого персонажа, чтобы выбрать подходящего под ваш стиль игры. Помимо этого, создатели изменят пользовательский интерфейс, добавят ежедневные квесты, обновят внутрииговую экономику и добавят поддержку PlayStation 4 Pro. Владельцы которой смогут выбирать между разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду и разрешением 4K при 30 кадрах в секунду. Ну, довольно стандартный выбор для PlayStation 4 Pro. 4K наверняка будет тоже не настоящий, а через шахматную сетку, но это неважно. Как бы можно только пошутить, что... Интересно, как они, собственно, про что мы шутили еще на старте Battleborn, как бы как они не додумались за то, что неплохо бы иметь возможность попробовать любого персонажа, но просто так, не открывая его. Вот по поводу этого как раз у меня был большой серьезный комментарий. Сначала, ну, как бы в новости говорится о том, что, скорее всего, обновление придется по вкусу и ветеранам, и новичкам. И тут я подумала о ветеранах, которые кровью и потом открывали себе героев, а теперь... Да, теперь приходят какие-то новички жалкие. И уже со всеми этими героями. Вот мне интересно им. Понятно, что новички, которые сразу получат какой-то пул героев из 25, по-моему, да, они потом будут открывать себе скины. А вот дадут ли ветеранам за всех открытых персонажей скинов? Это хороший вопрос. Думаю, что да. Если вспомнить историю с даже большим уровнем боли, как это было с Evolve, когда сначала люди покупали Evolve, а потом ее сделали фри-то-плейной, и как бы получилось, что ты кучу денег потратил на то, что потом можно просто так получить, всем ветеранам отсыпали как раз скинов, там вот этих всяких вещей. То есть то, что они были на старте, вот этого перезапуска игры, гораздо более оснащенные всякими красивостями и функциональными штуками и прочее, что приглушило боль, но не решило вопрос полностью, конечно. Ну вот, мне кажется, что если бы ветеранам... Если ветеранам нададут скинов, это будет довольно честно. А если нет, то нечестно. Все, моя мысль закончилась. Поэтому я зачитаю следующую новость. Обрезанный мультиплеер Halo 5 будет доступен на Windows 10. Если это кого-то... Ну, мультиплеер там огненный. Интересует, да. Ведь как бы довольно долгое время на консолях не очень хорошо было с выбором в плане мультиплеерных игр. И как раз серия Halo, она спасала и спасает. А мне так Halo не понравился в свое время. Я помню, он шел в дополнение к моей первой консоли, моей первой и единственной консоли Xbox 360. И так он мне не понравился. Не знаю, что с этим делать. Там даже бобык не было. Там были какие-то очень странные страусы, которые в начале игры тебя встречают. Может быть, это был даже не Halo, я сейчас уже сомневаюсь. Вот, но в любом случае мне как-то не пришел сон по душе. Вот. Собственно... Я подвисла. Задумалась о тех бородатых временах, когда я купила первую консоль, и горячая слеза ностальгии прокатилась по моей щеке. Вот. Собственно, о чем эта новость, если кто-то еще не понял? Microsoft продолжает потихоньку переносить линейку Xbox One игр на свою новую операционную систему. Несмотря на заявление, а вот это, кстати, довольно забавно, об эксклюзивности Halo 5 для Xbox One ранее в этом году на Windows 10 вышел редактор карт Halo 5 Forge. А до конца года выйдет крупное обновление, включающее в себя браузер серверов. Вот в этом, мне кажется, в этот момент все люди, которые очень расстраиваются, когда узнают, о, эта игра такая классная, она будет эксклюзивно на какую-нибудь консольку, вот в этот момент у вас у всех появилась надежда, которая никогда больше не должна угаснуть. Эта история тоже большая больная, про это скажу, когда Аня с новостью разберется до конца. Что ты предлагаешь мне здесь сделать? Там важная просто мысль есть, что мы там написали и в новости, и сказали в заголовке, что это будет такой обрезанный мультиплеер, но суть будет в том, что это полноценный мультиплеер, единственное, что там не будет матчмейкинга, то есть нужно будет по старинке искать себе игры и подключаться к ним прямо. Да ладно, это ерунда. То, что как бы вообще без проблем, да, это ерунда. Это, как мне кажется, очень хорошая и славная история, потому что эксклюзивы – это зло, на самом деле, если подумать. То есть это понятно, зачем это выгодно производителям консолей, но совершенно непонятно, зачем это разработчикам и совершенно непонятно, зачем это игрокам. Помимо вот этого чувства, типа, у меня это консоль, у меня это игра, потому что это искусственное ограничение базы игроков. И, собственно, там довольно интересно наблюдать за спорами, которые происходят среди плеербейса у Hello5, потому что там довольно многие пишут, как бы, ну и отлично, у нас будет онлайн побольше, у нас будет там вот эти все дела. Там кто-то, ну и как же, это же эксклюзив! Смешно немного. Эксклюзивы – это плохо. Вот как я считаю. Больше народу, больше конкуренции. Да. А это не всегда хорошо. Нет, мне кажется, конкуренция – это всегда здорово. Нет, мне кажется, нет. Если у тебя, понимаешь, особенно в играх, если у тебя ручки прямые, большая конкуренция тебя только радует. Ты типа, о, я встречу равного противника, когда у тебя ручки, как у меня, вот такие вот две клишнюки. Ой, не надо свои ручки тут оговаривать. Я даже не могу мышку взять. Собственно, следующую новость я отдам тебе на растерзание, Фианя. Хорошо, спасибо, благодарю. Это, видимо, потому что это Warhammer, только уже 40к. Мы про многострадальный проект Space Hulk Deathwing. ПК-версию опять перенесли. На сей раз до 14 декабря, хотя игра уже должна была поступить в продажу буквально завтра. Как сообщают разработчики, в последний момент... В последний момент нашлись моменты... В последний момент нашлись какие-то проблемы, которые обязательно надо было исправить до официального выхода. Версии для консолей выйдут в 2017 году. Обожаю такие моменты, такие моменты, такие истории. Больше моментов. Разработчики смотрят, там послезавтра игра уже должна выйти, и такие, что мы сделали? Это не то, что вы хотели. Нет, мне кажется, это просто выглядит примерно, как, знаешь, там у студента перед сессией. Завтра вот уже ее сдавать, это такой... Так, я ничего не сделал. Подождите, открываешь там свою работу и такой... Так, лекции у меня нет, ничего нет, я не знаю, к чему готовиться, а давайте-ка скажу, что я заболел и пересдам, типа, через два месяца. Примерно вот так, мне кажется, это все должно быть. Наша студия болеет. У всех ветрянка. Не, ну, судя по ранним... Ну, то есть, потому что можно было посмотреть на стримах или раннее видео, там довольно много сырых моментов было еще пару недель назад. То есть, потому как все работает, как все стреляет. И вот у меня вызывает огромную боль, страшную внутреннюю, что ты космодесантник, который идет в силовой броне, и там какие-то жалкие культисты с какими-то даже не болтерами, а просто винтовочками могут тебя серьезно поранить. Это же... Я все понимаю про баланс, там, про вот это все, чтобы была угроза и прочее. Но это смешно, это смешно. Прешу предположить, что это игра за косплеера, это броня контрольная. Да, да, возможно. Ты играешь за косплеерного космодесантника. Всегда, кстати, меня удивляли косплееры, которые вот именно создают такие крупногабаритные костюмы. Ты видел, наверняка, легендарный был на Камик-Коне в прошлом году костюм Халкбастера, Айронмена. Просто потрясающий. Кстати, вот тут в чатике все теперь очень сильно волнуются по поводу розыгрыша, с Кейппромтарков. Больше всего волнуется человек, который не подписан на наш канал. Парень. Можешь не волноваться. Сначала надо подписаться. Какие-то циферки, вот, не переживай. Тебе он все равно не достанется, любому всему. А теперь... Я не хочу читать эту новость, я хочу читать... Я не хочу читать... А, нет, все нормально. Я потом... Да, потом я. Я, потом я. А потом опять я. Новости с Саней. Брославец. Нет, дожди, так не получается. Я хочу через одну. Хорошо, так и будет через одну. Обычно я подстраиваю вот так вот хитренько распределение новостей, что вот я читаю все, что я хочу, а мой партнер читает все, что осталось. Но с Фетей почему-то так не получается, Фетя слишком хитренький. И он слишком хорошо... Очень тяжело запомнить про порядок, когда человек читает одну новость, а ты следующую, и ты следующую, и ты следующую. Очень трудно, как бы считрость тут. Ненависть. Ну, в общем, ладно, я прочитаю две новости для вас. Глава разработки нового God of War сообщил, что съемка захвата движений подходит к концу. Съемки захвата движений для Uncharted 4 Путь Вора, например, закончилась за 6 месяцев до выхода. Поэтому рассчитывать на выход нового God of War в 2017-м вполне логично. Да и намеки местного издателя уже были. То есть это просто еще одно свидетельство, что все-таки 2017-й. Мне кажется, этому очень рад Дим Шипилев. Он такой, о-о-о, осталось совсем немножко. God of War хороший. Одна из любимых игр Димы как раз. Да. Где-то сейчас, где-то сейчас в этом мире вздохнулся счастливой улыбкой. Один Дима. Да. И следующая новость. Немножечко, мне кажется, странная и какая-то... Сама новость, конечно, не подгнившая, но тема какая-то подгнившая слегонца. Да, но мы не могли не взять как раз поэтому. Да. 12-го, сейчас вдумайтесь в происходящее, друзья. 12-го декабря появятся подробности первого крупного обновления Pokemon Go. То есть даже не обновление, подробности. О-о-о-о. Спокойно, сейчас все любители Pokemon Go. Все... Все один. Все один, да. Это, средоточьтесь. По слухам, оно добавит более 100 новых покемонов второго поколения Golden Silver. А не умеет в интонации. Друзья, когда я первый раз это увидела, меня это чертовски повеселило. Да что я вру, меня даже сейчас это вообще невероятно веселит, потому что в России она, по-моему, так и не вышла, да? Так и не вышла, да. Так и не вышла. То есть, что вообще? Какого фига тут происходит? В России она так и не вышла. Мало того, несмотря на то, что она не вышла, в России она уже всем успела надоесть. Ну, как и во всем мире, на самом деле. У нас очень-очень совпадают с мировыми значениями по популярности. Пришлось все на летние месяцы. Пик был в августе. Я вот чувствую, сейчас вот в январе выйдут 100 новых покемонов, и я такая в пуховичке, в шапочке, в варюшках пойду по улице искать покемонов новых. Нет, мне кажется, так не будет. Причем самое смешное, мы про это в этой новости не написали, но эту информацию слили. То есть ее вот сейчас подтверждают в Ниантик и говорят, что ну да, там что-то вот такое будет, какое-то обновление. Эта информация впервые появилась из-за Старбакса, потому что вскрыли, нашли документы внутренние старбаксовские, подготовленные их памятки там для сотрудников, в соответствии с которым у них будет партнерка большая с Pokemon Go, что там будет Pokemon Farpuccio, о том, что вот новые покемоны будут, судя по описанию как раз из Gold & Server. Какой? Pokemon Farpuccio. Pokemon Farpuccio. Это причем совершенно идиотская маркетинговая компания, типа, это Farpuccio, которая сэволюционировала с помощью ежевики и вот еще другого. То есть такой, серьезно, что происходит? Pokemon Go! Вот, так что смешно, игровые сливы из Старбакса. Как понять, что тренд уже надоел абсолютно всем? Что тренд уже не торт? Это вот когда даже противники тренда, которые пытались его всеми силами запретить, забили уже на это. Просто вот вспомните. Не, ну тут такая история, что те, кто хотели запретить, они в основном делали это не для того, чтобы запретить, а чтобы, ну, как бы на хайпе немного выехать. А когда хайпа нет, ну, как бы на чем выезжать-то? Нечего. Я точно помню новость, я даже о ней как-то писала до того, как еще пришла в Агромания. Был крупный заголовок, везде просто, все паблики там, ооо, боже мой, ростовчанка пытается запретить Pokemon Go. Че, ростовчанка пыталась выехать на хайпе? Это древнегреческая трагедия. Ты против необоримой силы. Вернее, тут даже смешнее, это вот чистый постмодернизм. Ты против чего-то, что сама умирает, что уже умерла. И ты такой палкой в него, хватит, надо это запретить. Хватит уже делать. Да, как-то так. Слушай, вот теперь будет немного смешно, потому что новости про Тейл Тейл буду зачитывать я. Ну, пожалуйста, я не люблю Бэтмена от Тейл Тейл. А, ну, слава богу. 13 декабря выйдет финальный эпизод Бэтмена от Тейл Тейл. Игроки начнут в разных местах Готэма, в зависимости от взяланного выбора ближе к концу прошлого эпизода. Как авторы обещали, они закончат всю историю до конца года. Можно поздравить создателей, они смогли удержать ритм, выпуская каждый новый эпизод в течение месяца. Какие молодцы. Конвейер, так хорошо. Похлопаем, молодцы Тейл Тейл. Фантастика. Да и сама серия вышла на уровне, как пишут наши новостники, чего стоит только всяческое изменение канона и негодование поклонников. Мол, как так? Из-за чего до сих пор на Реддите бурлят треды многостраничные про то, что весь Бэтмен от Тейл Тейл – это такой огромный фанфик. И нельзя воспринимать его серьезно. Вот эта фраза, да и сама серия вышла на уровне, чего только стоит всяческое изменение канона и негодование поклонников. Мол, как так? На уровне чего она вышла? На уровне негодования поклонников. На уровне негодования, то есть по уровню негодования игрово. Вообще огонь. Обожаю. Вот. Вот это единственная игра от Тейл Тейлов, которая мне не прислалась по душе. Я тут должен сказать, что у меня ужасно пригорело на прошлой неделе во время The Game Awards, когда они анонсировали Guardians of the Galaxy от Тейл Тейл. Потому что это значит, что мне нужно будет опять играть в игру от Тейл Тейл. Это же чудовище. Это прекрасно. А ты представляешь, она будет вот та же. То есть они где-то сломались, теперь у них вот как бы Бэтмен. Мне не очень он зашел. Я даже его потыкал палочкой. Видимо, потому что это Бэтмен. Представляешь, Guardians of the Galaxy будут плохие совсем. И это начало конца. Зато мы можем перестать платить за отопление. Горящий Федя будет греть нас еще несколько месяцев до прихода теплой весны. Блин, я вот забрал себе про Тейл Тейл, теперь у тебя охренительная новость про Кодзиму. Ну ладно. Я могу ее тебе отдать. Нет, нет уже. Уж давай. Ну. Нет, нет. Анна. В студии Кодзим Продакшн появилась статуя Люденса, маскота компании. Ее созданием занималась студия Прайм 1. Все. Это все, что мне отдал Федя. Нет, ты что. Прайм 1 это такие боги моделек. Они делают супер фигурки. Просто потрясающие. В общем, это на самом деле новость не так интересна, как комментарии под этой новостью. Подожди. Это вообще-то очень интересно. То есть вы наверняка знаете предысторию Люденса. То есть вы видели уже логотипы Кодзима Продакшнс, на котором вот этот человек в скафандре, собственно вернее череп в скафандре. И все спрашивали, Кодзима, что это такое у тебя на твоем логотипе? Что это за череп какой-то в скафандре? И он говорил, это Люденс. Если Люденс, играющий, получается, исследователь миров, который идет там от вселенной во вселенную. Исследователь один с другим в своем вот этом экзоскелете в защитном костюме. И потом начали спрашивать, Кодзима, а там какой-то человек внутри этого костюма Люденса. Что это за человек? Может быть это Норман Ридус? И Кодзима сказал, нет, это я. То есть реально там снят для этого Люденса, для его модели, для этого всего прочего с Кодзимы лица. Да. В общем, как раз по поводу этого собиралась... Нет, это Кодзима. Вот, вот. Да вот не надо тут этого разводить, Кодзима сам заявил. Сегодня я читала комментарии к этой новости, и там человек задвигал какие-то теории заговоров по поводу... Он пытался определить, кто в этом костюме по форме надбровных дуг. И пытался убедить какого-то другого человека в своей правоте, опираясь на нахмуренность бровей, форму надбровных дуг, утопленность глаз. И я вот прям сидела и с восхищением наблюдала за этим. Ну, это да, это интернет-детектив. Но нет, к сожалению, это полностью закрытая тема, потому что у Кодзимы ему задали прямой вопрос, и он потом долго рассказывал, как ему неудобно было делать вот этот снимок с лица. И как он немного неловко себя чувствует, потому что знает, что внутри его лицо. Вот. А по-моему, это круто. Да, по-моему, это тоже довольно-таки круто. И, боже, какая-то статуя! Просто фантастика! Я даже не готов представить, сколько это все стоило, ну, в том плане, что здесь это подарок Кодзиме. Но у нас есть вот новость про другую фигурку от Prime 1. Хотите немножечко горения, чуваки? За 50к вы можете купить себе фигурку Трис из Ведьмак 3 Дикая Охота. Все. От Prime 1. Да. Помните, это была потрясающая статуэтка Геральта в неестественной позе? Тоже за 50 тысяч. Но они восхитительные. То есть вот у нас неплохие здесь фигурки. И Трис тоже ничего. Не двери, сейчас Дима тебе руку оторвает. Уровень детализации просто бомбический. То есть это вот такая вот фигурка, за которую ты можешь себе... Что ты делаешь, ты Ира? Нет. Вы не понимаете. Вот так, нет. Вот так, вот так. Сейчас, сейчас смотри. Ты смотри на экран, ты на экран не смотришь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Смотри, они вдвоем идут на... Несчастного. Ну, зачем? Ну, не знаю. Причем смешно, что Трис в этом развороте немного похожа на зомби. Нет. Да. Ее арта сконтролирует. В этом развороте у нее очень хорошо видно грудь на камеру. Вот это да. Это славно. Так вот, действительно, за 50 тысяч там уже все пробомбились в комментариях под этой записью. Вы можете тоже, кстати, сходить в наш паблик и пробомбиться, если вы еще не успели. Вот. Все уже там, да я за 50 тысяч куплю себе консоль, игры, бра, еды. Но больше всего мне понравился человек, который сказал за 50 тысяч я просто арендую костюм Трис и найму себе куртизанку. Все. Тут есть проблема. Скорее всего, она все равно не будет такой же славной, как эта фигурка. Я могу гарантировать, что она не будет такой же славной. Ну, это спорно. Человек, если ты все-таки решишь это сделать, не знаю. Сделай фотоотчет хотя бы или видеоотчет. Сделай фотоотчет, да. Ну, нет, не жадничай. У нас здоровая... Куртизанка? Нет, нет. Здоровая картизанка, нормально. Так вот, следующая новость «Так быть твоя». Я прочитала две прекрасных новости, которые состояли в целом из четырех строчек. Молодец. Теперь твоя. Хорошая работа. Так держать. Федя меня похвалил. Вот вышел совсем недавно «Last Guardian». Появилась волна отзывов, там у нас играют. Здесь в редакции у нас был стрим довольно задорный с Васей по «Last Guardian». А до этого мы сидели и без стрима играли. Сидел Вася, играл такой, а вокруг него собрались люди, заняли все возможные места и смотрели. Тут очень смешно было то, что Вася в целом, когда стримит, он не очень эмоциональный, что он вот с таким лицом-кирпичом сидит и как-то это все комментирует. А на «Last Guardian» его прям прорвало на мелоту. Федя сейчас передал то, что я ему до этого говорила, да, Федя? Да. Ну, в общем, Вася когда играет в хорроры. Да, да, идем туда, идем сюда, да, да, не, не страшно, все нормально. Вася когда играет в «Last Guardian». Боже мой, ты захотел помыться? Ты захотел помыться? Я сижу, у меня просто вот такие вот глаза, что? Знаешь, люди превращаются вообще в целом в идиотов, когда они рядом с животными. То есть я когда со своей кошкой, то есть IQ падает. И это, знаете, что разработчикам очень хорошо получилось сделать. От Рика. То есть что он реально вызывает эмоции, как что-то, что ты ощущаешь, когда общаешься с реальным животным. Честно говоря, у меня не возникло таких эмоций, но мы с Федей уже это обсуждали. Скорее всего, у людей, у которых есть домашние животные, у них несколько атрофируется вот это вот. Все атрофируется. Миленький, да, потому что у меня дома есть собака, она большая, она белая, у нее огромные черные глаза, она смотрит на тебя вот так делает зайку. Лада что-то там, Охара Скарлетт. Лад Юнити, Охара Скарлетт. Вот. Восхитительно. Огонь, ребята. Так держать. Волна революции, она должна смести нашу редакцию, и все это должно дойти, мне кажется, до разработчиков. Спасибо большое, это внимание очень приятно для нас. Да. Тут, собственно, новость какая, касающаяся Lost Guardian. Sony выпустила замечательный совершенно ролик рекламный к этой игре, который рассказывает о паре, которая завела себе Трика в качестве домашнего питомца. И там вы можете посмотреть на здоровые вот эти отношения, когда жена там все придумала, придумала себе какую-то хрень, вот, а мужик должен терпеть. Ну, в принципе, да. Дим, покажешь нам чуть-чуть из трейлера? Микрофон Челику за кадром дайте. Дима, ты можешь быть за кадровым голосом нашей трансляции как-нибудь? Я тоже хочу посмотреть. Это вот, кому нравится британский акцент, тем более надо смотреть это видео, потому что они очень-очень мило разговаривают. Мужик, честно говоря, внешне действительно похож на человека, который вынужден терпеть свою жену, чтобы она не придумала. А, актерская игра. Вот, а женщина реально похожа на женщину, которая может вот придумать такую историю. Нет, женщина похожа на женщину, которая, она вроде как милая, да, но это когда гости приходят, она такая, ой, хотите чаю, теплые булочки? А потом, когда они уходят, она бьет своего мужа шваброй по голове. Вот, примерно так она выглядит. Реклама в рекламе, да? Как-то так. Ну вот, сейчас без звука что-то показывать. Потом, если вас это заинтересовало, потому что реально получилась довольно задорная реклама, что не очень часто бывает, можно это все посмотреть, мы лучше дальше пойдем. Еще одна новость про Sony, к слову. Возьмешь, Аня? Я? Да, конечно. Sony продала, именно продала покупателям, а не отгрузила в магазины, в скобочках, там переписочка, 50 миллионов PlayStation 4 по всему миру. Представляешь? Это много или мало, Аня? На его взгляд, это чуть больше, чем дофига. То есть, если это перевести, если за каждую консоль сделать рубль и потом поделить на миллион, то можно купить одну фигурку Трис. Да. Да. Прекрасно. В общем-то, что поспособствовало таким клевым продажам? Поспособствовало Черная Пятница, за которую просто вот за эту Черную Пятницу там сметали с полок эти PlayStation 4, а я во время Черной Пятницы ничего себе не купила. Вот так. Ну и ладно, у нас... В смысле, ну и ладно? Ну просто тут можно даже пошутить. В России Черная Пятница – это шутка. То есть, я за время Черной Пятницы налогнулась на три случая, когда тебе втюхивают что-то якобы по огромной скидке, но стоит оно дороже, чем стоило за неделю до этого. Ну, то есть... Ну, бывает такое. Блин, на Черной Пятнице – это отличный повод купить себе что-нибудь ненужное. А я даже... Я не купила себе ничего ненужного. А я тебе могу что-нибудь из гифтов, что у меня в Стиме есть, скинуть? В Стиме что-нибудь самое ненужное. Да без проблем. Класс. Друзья, вот так вот Аня разжилась чем-то ненужным. Ой, я даже знаю, что это будет. Тебя порвет. Отлично. Тут новость про порвет и вообще просто про негаданную детскую практически радость. К Думу, причем не к тому, который вот недавний перезапуск, переполненный адреналином и отличной музыкой, где-то там разрываешь руками всяких монстров, а к нормальному старому классическому Думу сделали мод, совершенно необходимый для игры, который все объекты, как и всем объектам в игре, прицепляет ноги. Зачем? То есть все, все, что как отдельные объекты существуют, теперь может передвигаться и передвигается на ногах. Ящики с боеприпасами, например, передвигаются на ногах. Ключи передвигаются на ногах. Освещение передвигается на ногах. То есть если вы не знали, что вам это было нужно в Думе, то вот это оно. То есть это явно мод, в котором видно искругение. Мне кажется, да, действительно. Вот если вы всегда ощущали, что вам чего-то не хватает, но не понимали чего, кто-то все-таки понял. Да, это очень радостно. То есть ты понимаешь, что где-то есть в этом мире родственная душа, которая догадалась сделать мод к Думу, в котором у всего появляются ноги. Ну и хрень. Так, так, нет. Погоди, а у зарядов тоже ноги? Да, тоже ноги. Но это же отдельные объекты. Как это пришло людям в голову? Единственный вопрос, который у меня возникает. Ну ладно. Да, то есть очень весело бегать за патронами как раз. То есть ты бежишь за патронами, они от тебя улетятывают. Ты бежишь за патронами, они бегут за тобой. Весело, задорно. Да уж. Бывает же такое, бывает же такое. Собственно, почему я каждый раз говорю собственно? Это никогда не было моим словом-паразитом. У меня были слова-паразиты. Вот, вот так, еще вот. Но, собственно, никогда не было. Я от кого-то заразилась. Блин, где же что-то? Нам нужно точно записать просто эту фразу от Васи, чтобы ее проигрывать в нужный момент. Вот, да. Но я не знаю, как это прокомментировать. Собственно. От кого же я насобачилась-то? Помотлась от того же. Почему бы и нет? Соответственно, ну почему бы и нет? Не знаю, как можно это прокомментировать. Вот, да. Вот. Комбо. Поехали. Death Stranding. Прекрасная новость. Невероятная, замечательная. Мац Миккельсон не смог до конца разобраться в Death Stranding. Кодзима рассказывал, 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 рассказывал Миккельсон, что он вообще собирается делать. Миккельсон такой, послушал-послушал, послушал-послушал и не понял в итоге. Что происходит? Но все-таки назвал Кодзиму гением и согласился участвовать в этом. Ты знаешь, хотя я вот понимаю, да, вообще это как-то абсурдно и странно. Ты соглашаешься участвовать в проекте, когда ты даже не понял, что это за проект. Но, если бы ко мне пришел Кодзима, такой, наработку с утра, такой, Аня, ты нужна мне. Ты нужна мне. И я бы даже не спрашивала, зачем. Я просто такая, да, да, и ушла бы. Вот она верность. Я даже вещи бы не собирала, просто встала бы и ушла за Кодзимой. Кодзима, ты что, конченая, там полно? Оденься. Мне кажется, что эта новость неполная, если не зачитывать прямо цитату от Миккельсона, потому что она прекрасная. Вы же знаете Кодзиму. Он очень яркая личность. Те вещи, о которых он мне рассказывал, я понял только часть, заявил актер. Это же восхитительно. Я тоже, надо взять это на вооружение, я тоже буду говорить на брифингах или еще где-нибудь, что я понял только часть. На мой взгляд, это прекрасно, что... Я, правда, не могу понять, чем это связано. То есть настолько поехавшая идея у Кодзимы возникла. Нет, слушай, я думаю, как обычно. У него настолько там многослойный пирог, что он говорит, так, так, ну в смысле? Там крысы, которые будут... Нет, это не главное. Знаешь, как я это представляю себе? Когда сидит Миккельсон такой, да-да-да, я вас слушаю, и по комнате метается Кодзима такой, мечется, рассказывает, перепрыгивает с одного на другое. Да, и Миккельсон про себя такой, надо купить молока, батат. А рядом, а рядом бумаги летают, какие-то вещи. Кодзима пустой уже, а-а-а, показывает все в лицах. А теперь я танк. Бу-бу-бу. Черт, убери, я хотел бы посмотреть на это. Вот неужели ты бы не согласился на участие в таком проекте, а? Я согласился бы, я сразу бы. Сразу бы просто? Ну, слушай-ка, если к тебе приходит Кодзима и предлагает с ним работать, ты не говоришь нет. Никто не говорит нет. Федя, эфиры с тобой стоят очень больших затрат. Зачем же ты так выкладываешься, Анна? Я забыл, как вас по отчеству. Валерьевна. Анна Валерьевна. Ну, не выкладывайте себе так. Как бы, ну, нужно знать, где остановиться. Не понимаю, не понимаю, как это было. О-о-о, Людинс. А что там? Выпрыгивает. Это... Да. Это кит? Это касатка? Что это? Это самолет? Что это? Спасибо, Кодзима. Дальше у нас, вот и по сравнению с Кодзимой и со всем прочим, новость совершенно проходная. Но для многих, думаю, это будет все равно интересно. Так что проект любопытный, к нему многие тянутся. Авторы Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands выпустили ролик с инструктажем игроков. Ubisoft опубликовали новое видео, в котором рассказывают, что вам надо будет в игре делать. Главная цель уничтожить картель Санта-Бланка. Как отмечали разработчики, игроки вправе сами выбирать следующее задание, что стоит начать, какую миссию оставить на потом, бла-бла-бла-бла-бла. Напоминаем, что игра выходит на всех основных консолях 7 марта следующего года. И, наверное, самое важное, уже сейчас можно записаться на бета-тестирование на официальном сайте. Тут не могу не сказать, что ужасно смешно смотреть этот ролик, потому что там есть вот этот людонарративный диссонанс чудовищный, когда тебе вроде бы как брифинг дают на миссию, но при этом говорят какие-то нелепые вещи, которые никогда не скажут в реальном брифинге на миссию. Типа того, что каждый из вас элитный боец. Да я знаю, я тренировался 15 лет, ну спасибо, женщин, ты мне сказала про это. Или показывают какие-то смешные вещи, тут будет момент в трейлере, когда показывают, типа, стоят крутые бойцы, и самое главное на переднем плане в маске сварщика, то есть реально в маске сварщика стоит. Ну, а почему бы нет, с другой стороны? Почему бы нет? Почему бы нет? Ты же профессиональный боец. Ой, спасибо. Ну, то есть понятно, зачем это говорится, как бы нужно у зрителя создать это ощущение, что, типа, я вот классный, и как раз буду спецназовцем, пока буду играть в эту игру, но меня ужасно это выбило из атмосферы. В дополнение к предыдущей новости подъехал гениальный коммент из чата, но я его немножко переделаю. Не говори, Кодзиме нет, говори, я ничего не понял, но это гениально. Или мне тоже нравится, я бы отказался от работы с Кодзимой, я старый алкаш. Подожди, ты думаешь, Кодзима не алкаш? Нет, погоди, ты думаешь, что Кодзиме не нужны старые алкаши? Я считаю, что такие люди пригодятся везде. Следующая моя игра будет про старых алкаша, и то есть он реально показывает трейлер, трейлер, в котором весь мир через граненый стакан, наполовину наполненный водкой. И тут где-то старый какой-нибудь алкаш, знаешь, где-нибудь из Сибири, такой в майке этой алкашки в растянутых трениках такой, вот он, вот он мой час. Собирает вещи, продает все свое имущество, оставшиеся, которые еще не пробил, и уезжает к Кодзиме. Говоришь, Женя, я уезжаю от тебя к Кодзиме. Куда ты поедешь, старый алкаш? К Кодзиме, я же сказал. Бери следующую. Это, о чем ты мне сейчас сказал? Типа, следующую новость? Ага, все, я понял. Прекрасно. Следующая новость звучит так. Блин, после новых, после таких клевых новостей, все остальные звучат как-то блекло. Слушай, извини, я просто не могу, извините, я не могу тут остановиться. Возможно, Миккельсон не понял Кодзиму, потому что Миккельсон, ты не алкаш. Что? Хороший актер не может быть алкашом. Ну, можно же войти в роль на время, пока Кодзима тебе объясняет. Войти в роль алкаша? Да его никто не предупредил. Да. Ну, урез лицо алкаша, как минимум. Я выше могу поднять. Я понимаю. Это другой масса? Ну, тебя как-то... Нет, другой не могу сейчас. Это могу, а это... А это какая вообще? Неплохо. Это как-то... Неплохо. Ладно, после Кодзимы тяжело, но надо. Я понимаю. Давай вправо. Вышел сюжетный трейлер «Снайпер Элит-4». Все, я сделала. Да. Федя, ты просил, я это сделала. Ну, студия выпустила сюжетный трейлер «Снайпер Элит-4». В нем дается картин событий в Италии во время Второй мировой войны. Вам придется отстреливать нацистов в Италии. Удивительно. Во время Второй мировой войны, играя за снайпера союзников, отстреливать нацистов. Такого никогда не было. В Италии? Такого никогда не было. В Италии? Ну, было. В Медуле Фонар стареньких было. И вообще в Италии много чего было. Но в «Снайпер Элит» этого еще не было. А, ну тогда ладно. Немного... Еще об игре немного рассказал дизайнер сюжетный линии. По его словам, карта в «Снайпер Элит-4» будет примерно в три раза больше по площади, чем в предыдущей части. И их география и окружение основана на реальных местах. Вот, кстати, это круто. Я искренне надеюсь, что игра наконец-то будет трудной, и искусственный интеллект не будет таким же тупеньким, как в предыдущей части. То есть я очень люблю всякие снайперские вот эти развлечения, но там было просто до смешного. Когда ты стреляешь, стоит толпа людей. Один, значит, умер, другий такие... Типа... Начинают делать просто... Сломаются у них, видимо, войпоинты. От них от старних... И тебе жалко их. Ты понимаешь, что что-то пошло не так. Ладно. Серьезно, что-то вот сегодня тяжело все идет. А теперь после снайпер-элит по-настоящему серьезная новость. Так. Линк не смог сесть на лошадь, и Wind Waker 2 пришлось отменить. Мне кажется, на этом просто можно закончить эту новость, и все. Ну, все понятно. То есть, какие нужны комментарии. Во время Game Developers Conference 2004 официально анонсировали продолжение The Legend of Zelda The Wind Waker. Собственно, вторую часть. Но она так и не увидела свет. Это какая-то проблема. Да. Люди бунтуют из-за того, что ты не смотришь в камеру, а смотришь на меня. Посмотри, пожалуйста, в камеру. И теперь отныне смотри только в камеру, а я новость пока зачитаю. Я не знаю, что ли я на тебе, а другой там еще что-то там такое... Хорошо. Слышал, на тебя уже кто-то женился. А я пока зачитаю, ладно? Я смотрю только в камеру. Нет. Так вот, история следующая у разработчиков. Анонсировали вторую часть еще в 2004 году. Но очень быстро разработчики игры поняли, что совершенно невозможно. Они хотели сделать песочницу, большой мир для нужного, значит, какой-то средства передвижения. Должно быть это лошадь. Но Линка в его мультяшном виде, в котором он был в первой части игры, на лошадь посадить никак не получалось, потому что он выглядел как идиот. Если кратко. Все очень плохо смотрелось, поэтому они решили вообще, в принципе, отказаться от игры. Ну, действительно. Линка переделать невозможно. Не смотри на меня, смотри в камеру. Смотри в камеру. Ты знаешь, я когда эту новость читал, я... То есть, само по себе смешная зарисовка из мира разработки игр, но я понял, что нам совершенно необходимо, когда мы будем делать... В смысле, финализировать нашу игру, которая уже почти готова. Вот. То там нужно, чтобы у всех были такие лица, как у Линка, вот здесь. У всех. Согласись? Я не могу видеть, я не вижу твою реакцию, я смотрю в камеру. Все туда, да. Спасибо. Отлично. У меня несколько комментариев. Хорошо, я слушаю. Когда я читала эту новость, вот что я вспомнила. Дошла до момента, где в результате было решено отказаться от работы над Windwalker 2 и начать с нуля новый проект. Игра получила название Twilight Princess, и дальше я ожидала услышать, что эта игра была про фиолетовую пони, которую... Линка вместо лошади усадили на принцессу. Да, нет. Линка вместо лошади усадили... Сначала ты сказала, да. Тут как бы и нет, и да, Линка вместо лошади усадили на маленькую фиолетовую пони, которая очень хотела стать оликорном. Вот это было бы хорошо. Я все прослушал, потому что я очень внимательно в камеру смотрел. Перестань. Все, пожалуйста. Нет. Все. Друзья, напишите, напишите, пожалуйста, в чате, что вы готовы отпустить Федю ко мне обратно на эфир. Проверни Трис камеру. Да, за Федю будем смотреть в камеру Трис и вот все остальные. Нет, мы вместе будем смотреть. У нас будет глубокий, глубокий контакт. Так. Да, все. Тебя пока спрашивают, Федя постригся или причесался? Голову помыл. Традиционно это, мне кажется. А я знала, что так ответишь. Нет, я как раз сегодня чуть не опоздал на эфир, потому что я стригся перед ним. Это очень важная информация. Что? Ты серьезно? Да. Кто вообще стрижется с утра в четверг? Я. Я тебя понял. А теперь неожиданная новость. Перейдем от обсуждения Феди к новостям обратно. Подожди, извини, меня вскрыли. Я все это время смотрел на задницу Трис. Кто-то сечет фишку. Ничего нельзя было сделать. Все с вами понятно. Так вот. Собственно. Следующая новость. Японский старт Final Fantasy XV оказался худшим со времен Fumicom. За дебютную неделю было продано 694 тысячи копий. Худший старт. Причин этому много. Последние лет 10 поклонники Final Fantasy могли впасть в настоящую депрессию. Из-за качества игр своей любимой серии. Да и сам рынок домашних консолей в Японии переживает трудные времена. Продолжая уступать портативкам и мобильным играм. Зато продажи самой PS4 резко пошли наверх. С 20 тысяч до 110 тысяч в момент запуска новой номерной части Final Fantasy. Федя, да перестань ты уже, ну что с тобой, я новость тут читаю. Хоть чуть-чуть проникнешь, пожалуйста, трагедии. Я полетелки смотрел с подписчиком. И как? Он выиграл. Ну, разумеется. Как обычно. Тут есть к Final Fantasy важное добавление к этой новости, что вот можно обо всем сказать, о том, что продавался на ней очень хорошо по сравнению с предыдущими частями, даже с 13-й, но при этом она все равно лидер продаж в японских чартах. То есть это просто все игры сейчас продаются, у них не очень хорошо. Вот сейчас мы не будем долго рассусоливать эту новость и сразу зачитаем следующее. Нет, будем рассусоливать. Рассусоливай. А я против. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Это непривычная для меня ситуация. Что делать? Жизнь меня к такому не готовила. Нет, просто все игры продаются плохо, поэтому и Final Fantasy продается в том числе плохо. Но при этом она лидер в Японии. Чтобы у вас полная картина создавалась из вот этой новости. Мне кажется, что сейчас, вот если мы зачитаем все-таки следующую новость, мы людям дадим несколько более широкое представление обо всем, что происходит. Создатели Final Fantasy 15... Да е-мое, что ты делаешь? Да. Ты же профессионал, ты не должна отвлекаться на жопу Трис. Теперь я буду отвлекаться на другие части тела Трис. Ты повернул ее... Давай повернем ее боком. Нет, тогда будет видно все сразу. Нет, подожди, зрителям надо, чтобы было честно. То есть мы сейчас могли посмотреть, а зрители нет. Так мы тогда всех остальных тоже развернем задом. Я против того, чтобы отвлекаться. Сказал человек, который 10 минут просто смотрел в камеру и даже не слушал меня. Да, Федя? Да. Сейчас я зачитаю вам новость, которая объяснит вам кое-что о предыдущей новости. Создатели Final Fantasy 15 улучшат вторую половину игры обновлений. Все. То есть, чтобы вы понимали, первая половина игры нормас, а вторая половина игры нуждается в улучшениях. То есть у кого-то не хватило запала, на мой взгляд. Кто-то первую часть игры сделал прям качественно, а потом устал. Там Табата, который главный разработчик, он довольно много на эту тему говорил, таких туманных вещей. Там история же такая, вы наверняка это знаете про это, пишут в каждой абсолютно рецензии, что есть вот довольно задорная часть, первая, где ты в открытом мире, такая песочница, и вторая, где у тебя линейное уныние. И вот, а теперь вот это линейное уныние будут делать лучше, туда будут докидывать всяких новых вещей, и сюжет расширять, и допиливать напильником, и новых противников, новые всякие вещи, которые можно будет делать. И самое главное, собственно, здесь то, что разработчики обещают выпускать основные все вещи в виде бесплатных DLC. То есть просто вы уже купили игру, значит, вы уже можете рассчитывать на то, что она через вот эти DLC бесплатно и дойдет до той же кондиции. Вы уже заплатили за игру, но финальный вариант вы получите не сейчас. Не, ну почему это? Финальный вариант. Просто финальный вариант вот в таком виде, какой есть. А будет еще лучше. Ну просто он немножечко отстой. Нет, он не отстой. Он хороший, это все равно хорошая игра. Просто она могла и может быть еще лучше. Собственно, они над этим работают. Вот единственный честный вариант в таком случае, если вот первую половину игры ты сделал хорошо, а вторая половина игры у тебя не очень удалась, единственный честный возможный вариант сделать игру, где геймплея будет на тысячу часов. Чтобы вот за первые 500 часов, пока люди будут играть, ты успел доделать вторую половину. Пойми, пойми, чего ты желаешь. В Сапере геймплея на тысячу часов. В No Man's Sky даже в релизном виде геймплея на тысячу часов. Ну подожди, там же геймплей. Хороший ли это геймплей? Вот другой вопрос. Только в случае, я же сказала, если ты первую половину сделал хорошо. Слушай, нам нужно делать игру, в которой ты просто, там мешок риса такой рассыпан, ты должен найти одно черное зернышко. Геймплей быть на 80... Сюжетная кампания на 80 часов. Это не сложно. Ну ладно, грузовик риса. Это уже, это уже лучше. Следующая новость твоя. Я, как и разработчики Final Fantasy XV, устала на второй половине. Друзья, вот первую половину я отвела хорошо. Да. А теперь линейность, никаких шуток. Я буду отдыхать, смотреть на выдающуюся часть тела Трис и не слушать Федю. Отлично. Смотри в камеру только. Да. В общем, тут... Помните, мы чуть раньше обсуждали такой стык игровой, мир игр и законотворчества, когда появились новости из Южной Кореи о том, что они собрались серьезно бороться с людьми, которые производят программное обеспечение, позволяющее читерить в мультиплеерных играх. Вот в Китае сетевые развлечения, тоже наболевший вопрос для законодателей. И они придумали такую прикольную штуку. Теперь все онлайн-игры, которые хотят выйти в Китай, обязаны раскрывать шансы выпадения тех или иных предметов при открытии лутбоксов. То есть бустеров, ящиков в контре, ящиков в овервотче и прочее. То есть ты должен... Подтвердилась инфа о предыдущей новости про законотворческую? Да. Да? Класс. Вот, собственно, это тоже история довольно славная с точки зрения пользователя, с точки зрения потребителя игрока. Потому что ты теперь точно будешь знать, что когда у тебя вот этот ящик, если у тебя есть 0.00000001% на выпадение нужного тебе скина, то у тебя уже как бы будет совсем другая мотивация взаимодействовать с этими ящиками. Не будет у тебя мотивации. Да. И это хорошо. Ну, то есть это как бы более честное получается взаимодействие между разработчиками и игроками. Все. Я отвисла и снова включаюсь в работу. Федя дал мне немножечко передохнуть. Прекрасная новость про кейсы. Нигде их не открываю, поэтому и в Китае тоже их не открываю. Поэтому... В Увервотче будешь? Ну, когда я еще в Увервотче приду, непонятно. Может, мне не понравится. А понравится? Я не умею. Ну, и что? В смысле? Там таких целые бронзовые лиги. Нет, точно будет нормально. За Рейнхарда затащишь. Леша и Федя очень хотят, чтобы я пришла в Увервотч. Мне кажется, Увервотч сам этого не хочет. Давай немножко поговорим не об играх, а... А что ты делаешь? Ничего. Да-да-да, давай поговорим не об играх. Федя? Да. Я не об этом сейчас собиралась говорить, что ты смотришь. Я знаю. Ты не отвлекайся. Я против того, чтобы отвлекаться, Аня. Чтобы вы понимали, Федя сейчас просто залез в Ютуб, включил там трейлер нового Человека-паука и решил его посмотреть. Я решил проверить. Просто бросить меня вот так вот. Вот Дима понял мою идею, а ты, Аня, нет. Вот поэтому тут у тебя и умирают все в третьем Ведьмаке. У меня умер... Умерла только деревня, мужик, барон, жена. Все. Понимаешь, как это звучит. Так вот, кино. Перевоплощение графа Олафа в новом трейлере сериала «Лемни Сникет. 33 несчастья». Ты смотрела это кинцо? Нет. Ты пропустил, о чем я сейчас сказала? Нет, книги довольно задорные. Ты читал? Да. Я не читала и не смотрела, но хотела посмотреть. Знаешь, кто теперь будет играть графа Олафа? Там как... Нил Патрик Харрис. Да. Это как бы... это восхитительно. И ему не идет быть лысым, на мой взгляд. Ему идет... Ему идет кем угодно. Да не, лысым. Но тут видно, что это не его лысина. У тебя была бы лучше лысина. Ну да. Согласен. Ну что, не могли человека на лысо побрить? Зачем ему вот эту вот голову нарастили вверх? Ну слушай, там штука... Он же играет на Бродвее параллельно. Ну да. Лысый не всюду пойдет. Ну ты вот побрился для того, чтобы сыграть. Почему не могли Нилу Патрика Харриса побрить? Ну потому что сериал, наверное, будут несколько лет делать, как минимум. Ходит лысый. У Ника Оффермана были... Это тот, кто играет Рона, замечательного из Parks and Recreations. У него были самые восхитительные истории по поводу внешности. И того, как его жене приходилось жить. С Ником Офферманом, когда он приходит с какими-то педофильскими усами, быкинвардами. Месяц нужно было ходить с кривой прической. По-моему, это здорово. Многие мужчины склонны жаловаться на недостаток разнообразия. Когда они находят себе вторую половину, они какое-то время с ней живут, взаимодействуют, а потом начинают жаловаться на недостаток разнообразия. А вот когда ты замужем за актером или женат на актрисе, у тебя прям разнообразие, хоть попой ешь. Кому-то это, наоборот, тяжело. Ну, в том плане, что хочется какой-то стабильности, чтобы было все понятно, уверенно. Вот люди, вот это вот мерзкая человеческая натура. Вот если все однообразно, не хватает разнообразия. Если разнообразия много, да, то не хватает стабильности. А золотой середины никогда не бывает. Ужасно. Люди, не делайте так. Вот поэтому человечество-то и обречено. Из-за лысины Нила Патрика Харриса. Если вот кратко подвести итог к всему, о чем мы сейчас говорим. Возможно. Возможно, ты прав. Возможно, я с тобой согласна. Тут я очень хотел проверить, меня Аня спалила, вышел ли трейлер Homecoming к новому Человеку-пауку. Судя по всему, нет. Там просто на днях вчера выходил тизер к трейлеру, но показывать тизер-трейлер, ну, это уже какое-то дно просто. Мне кажется. Ну, нам же его показывают. Почему мы людям не можем его показать? Так я, ну, почему же? Да. Ну, это как бы тизер, маленький ошмёточек. Это все можно самому посмотреть. Мне кажется, что выглядит довольно-таки задорно. Но уж лучше мы покажем, когда будет что-то основательное. И мы вернемся к играм и расскажем последнюю новость на сегодня. Совершенно безумно. Кто сделал это последней новостью? Я понятия не имею. Чего? А, все, посчитай. В общем, мы все отлично знаем, что в Майнкрафте можно построить все, что угодно. То есть там строили и процессоры, и калькуляторы, сложные схемы, повторяющие работу конвейеров на фабриках и прочее-прочее. Так вот, в Майнкрафте построили работающую модель Atari 2600. То есть там, причем моделируется и работа видеокарты, и картриджи различные. Есть только одна проблема. Там не очень быстрая скорость обновления картинки. 60 кадров каждые 4 часа. А, ну... Вот, собственно, показывает, как прогружается кадр. Это займет некоторое время. Почему три задницы? Мы показываем задницу зрителям. Это важно. Мы не можем показывать собственные задницы зрителям, но зато вот три сможем. Ну, вообще-то можем, если совсем строго говоря, но не хотим. Так что, если вы когда-нибудь жалуетесь или думаете про себя, как плохо, что у меня происходит обновление картинки со скоростью 24 кадров в секунду или 30, может быть, кадров в секунду, и вам это не ок. Вот вспомните про Atari 2600 в Майнкрафте, который обновляется со скоростью 60 кадров. Мне интересно, кто этим занимается вот такими штуками? Я понимаю, что... Ну, это же здорово. Это как, понимаешь, это за счет чего это все работает. Это лего. Но лего совершенно не ограниченное комплектами, которые тебе там нужно приобрести. Чтобы у тебя была куча лего, там нужно продать какие-то внутренние органы. Ну, да. Видимо. Если смотреть цены на большинство комплектов. А тут ты можешь делать все, что угодно. Реально, все, что угодно. Пользуясь вот инструментарием в игре. Но это же занимает кучу времени, которое ты тратишь абсолютно бесполезно. Почему? Это так же можно сказать, что ты когда в лего играешь, что ты тратишь время абсолютно бесполезно. Ты вот пришел с работы, ты на работе, ты 12 часов работал в шахте. Так. Вот. И ты такой, ну, надо отдохнуть, как бы, размять мозг. То есть кто-то может читать, кто-то может какие-то головоломки решать. Ты 12 часов работал в шахте, пришел домой, решил отдохнуть и залез в шахту в Майнкрафте. Да. Почему нет? У меня есть знакомый инженер, который отдыхает в Space Engineers. То есть он как бы поделал всякие вот эти вещи, которые он же по мосты всякие попланировал. А потом он приходит строить нереальные абсолютно космические всякие штуки, арбалеты космические или еще что-то. И ему от этого очень приятно. И грустит, что его работа не состоит из этого. Нам тут Лея рассказывает про гвинт во все концы. Вот про гвинт. Что за гвинт? Вот сейчас можно постебать Ане чуть-чуть. Гвинт. Гвинт. Все, я понял. Я думала, я опять что-то пропустила очень важное в своей жизни. Так что мне каждый раз безумно радостно видеть вот такие вещи. Это, конечно, не так круто, как ноги, приделанные ко всему в Думе. Но это какой-то гимн человеческой фантазии. Невозможность. Меня спрашивают, Аня, ты в лолку играешь? Думаешь, это полезное времяпрепровождение? Я уверена, что это бесполезное времяпрепровождение. Зато я играю... Вот что ты говоришь про Майнкрафт, про наш любимый. А сама в лолец. Зато я... Можешь ли ты в League of Legends построить Atari 2600? Нет, зато я могу поиграть в League of Legends, а потом написать об этом статью. Хорошо. Вот и все. Так можно про любую игру сказать? Да, если ты работаешь в игромании, можно писать про все, что угодно, во что ты играешь дома. Это довольно удобно. Все считают, что когда ты играешь, ты работаешь. Да, это спасение, может быть, для кого-то. Вот, мы на вот этой... на Майнкрафте. Ну, то есть закрыли все классические темы. У нас был Кодима, у нас был Майнкрафт, маска сварщика. Это не то, чтобы классическая тема, но да ладно. Нет, мне кажется, это довольно-таки важно. Не буду спорить с кадром. Лучшие места — Трис. Так. И задержка выхода игр. Все, все базы закрыты. Прекрасно. Что ж, давай прощаться. Все, они реально посажены на батарейки. Но нет, прежде чем, как мы простимся, мы все-таки разыграем Тарков. Вот, те ключи, которые мы обещали. Напоминаю, что у нас есть пять ключей на то, что это все попробовать, и один предзаказ. О, кто говорил, что мы никогда не показываем, что у нас происходит и как? Всякие розыгрыши и все такое. Кусайте локти. Все. Ну, в смысле, теперь люди, по крайней мере, видят прямо вот сейчас живое доказательство того, что мы всегда показываем. Мы всегда показываем. Аня. Мы всегда показываем. Ну, видимо, люди пропускают, потому что потом они жалуются в комментариях, что мы смеемся над ними и ничего не показываем. Кто-то, я предполагаю, что это одноглазый какой-то человек в маске. Сварщик. На один глаз. Слушай, восхитительно представьте, что сейчас где-то в мире сидит человек, и он какой-то пират, там, или что-то сделает, как смотрит утренний эфир. Что ты имеешь против одноглазых? Да, да, да. Так, мы сначала играем на пять ключей, а потом на фильмах. Да, сначала ключи. Пять штук. Так. Сорок. Что сорок? Номер сорок? И кто у нас номер сорок? Димитеру! Димитеру, я поздравляю тебя, ты молодец. Димитеру. Это тут какой-то подвох есть. Я знаю, что есть некоторая связь. Это же твой старый зритель. Нет, моих старых зрителей сейчас нет. Димитеру – это зритель, который один из первых очень тепло принял меня на канале Игромани. И теперь подписался, и теперь приходит на каждый стрим, и я всегда его очень рада видеть. И видите, это помогает. Да. Нужно очень радоваться Ане, и тогда все. Что? А ты можешь с готиком? Как я отношусь к готике? К готике как к чему? Как к игре? Ты бегала-то волков? Нет, я не соприкасалась вообще никак с готиком. Следующий человек. Сорок три. Кто это? Сорок три – это тот чел. Не знаю, кто… Ну, тот самый чел. Не знаю, кто тот чел, но поздравляем тебя. Мы поздравляем всячески того чела. Это, кстати, замечательный ник. В нем есть. Так, следующий. Четыре. Четыре там что-то интересное. Так. Нет, нет. Ничего интересного. В смысле? Ну, я все как-то… Это который Free Headed Snake. Да. Угу. Поздравляем трехглавую змею. Собственно, там порядок обычный. Мы напишем в LS. 26 кто? FES 2501. Не знаю, кто это. Так хочется еще поздравить кого-нибудь знакомого. Да, а чего? Даже не знакомого. Это как бы отличный повод для… Для знакомства? Да. 25. 25 кто? Войстель. Да, тоже наш старый почетный зритель. Не бабка. Не бабка? Да. Хорошо. Хотя ты не знаешь. Да. В интернете никто не знает, что ты бабка. И там какая-нибудь бабка такая. Ха-ха-ха-ха. И я их всех обманула. Войстель такой «нет, так близко». Ох, уж эта задержка на Твиче. Он, кстати, наш дом. Бронзовый подписчик пока. Так, что, на предзаказ ключик. На предзаказ ключик, друзья. 40. Что? Что? Переразыгрываю. Так не участвую. Это я просто очень-очень люблю Димитеру. Так мы выяснили, кто потратил свой запас удачи на ближайшее время просто. Так, что, переразыгрываю? Да, переразыгрываю. Извини, Димитеру, на тебя сегодня радости хватит. О, кстати, кто-то из моих 48. Алекс Пушкин. Алекс Пушкин. Алекс Пушкин. Уйдет предзаказ Таркова. Это прекрасно. Все куплено. Все негодуют, что все куплено. Кроме Димитеру. Димитеру говорит, что сегодня его день. Димитеру, мне кажется, сегодня, сегодня просто прекрасный день для того, чтобы, наконец, не знаю, признаться в симпатии какой-нибудь женщине, которая давно... И ты в этот момент как раз поймешь, что ты всю свою удачу уже использовал. Нет, мне кажется, нет. Возможно, действительно день у человека сегодня такой. Сегодня вот ты должен делать все, на что ты раньше не решался, но очень хотел это сделать. А потом расскажешь нам, как все получалось. Мы будем за тебя немножко переживать сегодня. Конечно, конечно. Мы будем сегодня целый день держать у тебя кулачки обязательно на следующем сфере. Федор, Аня, почему вы не работаете? Димитеру, любимая женщина. Ну да, это тоже действительно можно так и сделать. Вот, на этом мы сегодня и закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Надеемся, вы неплохо провели время. Мы-то уж точно неплохо провели. Трис тоже, кажется, ок. Мне признались в симпатии только что. Признались в симпатии? Что это значит? Я признаюсь вам в симпатии, Анна Валерьевна. Это чертовски взаимно. Федор Олегович. Олегович, Федор Олегович. На этом мы точно заканчиваем. Да, извините за некоторые заминки, которые сегодня происходили по вине севших во мне батареек. Да, это... Вот я извиняюсь за пердуха. Никогда не извиняюсь. С самыми лучшими намерениями. Никогда не извиняйся за пердуху. За пердуху никогда не надо изменяться. За все что угодно, но не за пердуху. С вами были Федор Кокарев. Аня Брославец. И Дмитрий Кувришов за кадром. Всем пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok